Послушали про то, как он выглядит и как он устроен внутри. А теперь откуда в нём берутся данные. Начну с некоторых особенностей модели OpenStreetment. Самая главная особенность, которая бросается в глаза, это отсутствие некого-то заданного масштаба. То есть у OpenStreetment есть как всякие мелочи, как на этой картинке, где можно заметить, что отрисованы номера подъездов, какие-то скамейки, деревья и прочего. Мне это предпочитает макро-уровень, то есть лесные массивы, озёра, дороги. Всё это хранится в одной базе и представляет проблему для всех, тех, кто пытается на микро-уровень что-то использовать на маке. И, соответственно, при сборе данных нет какой-то определённой цели, нет границы, после которой можно сказать, что всё, я всё интересовал. То есть можно в проекте по дороге собрать трек, кажется, что всё собрал, можно проехать по дороге, собрать все кафе, которые до неё, и это как бы уже получше. Можно вообще увлечься. То есть у нас границ нет. Система тегов, то, что она свободна, это, конечно, хорошо, потому что не нужно там просить администраторов, добавьте там тег для трубопровода. Но, с другой стороны, у нас царит священнейший бандак. То есть, если ты видишь на местности поле, то нужно, ты же, подумать, как его отметить в область стритбэда. Вот это, к примеру, четыре варианта, как можно отметить. По-моему, один из них неправильный, неважно. И это всё непросто. И это усугубляется тем, что во время тренинга проходит предложение, там, поменять один тег на систему тегов, или решаешь, что какой-то тег неправильный, к этому подключается программист, они начинают массово заменять в базе, как недавно было с обходами в здание. И сложно предсказать, как данные, которые ты вёл, будут выглядеть через два года. И можно ли вообще, будут ли они отображать то, что было на местности. Потому что при любом преобразовании, при любом неправильном выборе тега, теряется какая-то часть данных. И собирая данные, важно понимать, что это не избавляет других участников, или ваше, от того, чтобы пойти в это место и второй раз всё собрать. Потому что в OpenStreetMap нет индикаторов, что здесь был тот человек и всё собрал. Нельзя написать, что забыл собрать. Допустим, здесь нарисована сеть грунтовок, которые я проехал на машине. Вот я их нарисовал, и я в голове знаю, что, допустим, здесь осталась сеть грунтовок, до который я смог добраться из-за траншеи. Вот здесь не было времени уже не объехать. Вот. И всё это у меня написано на карте. То есть у нас нет такого механизма, который скажет, что где-то что-то не нарисовано. Ну, теперь, собственно, сбора данных. Основу проекта, то, с чего проект начинался, как сказали, это GPS-трейк. То есть 10 лет назад несколько человек собрали свою базу GPS-трейков, посмотрели, что он похож на улицы, и решили их обвести и сделать такую альтернативную карту. Собственно, название GPS-трейков приходит от того, что изначально это задумывалось, как просто карту из инерационного по трекам. Потом уже, понятно, со временем появились точки, появились сложные структуры. Вот. Треки как 10 лет назад были основаны проектами, так они основаны проекты и сегодня. Вот это тот трек, в котором мы находимся. Здесь арисованы сотни треков от тех, кто здесь когда приезжал за последние 2 лет. И треки в проекте – это главный, во многих местах единственный источник пространственных данных. То есть снимки не являются таким источником, потому что все снимки мы привязываем по трекам. Снимки почти всегда смещены, их нельзя использовать один в один. То есть их нужно подвинуть, чтобы, скажем, трек, который идет по улицам, он шел по снимку по той же улице. Вполне может сказаться, что на снимке эта улица проходит деятельность сбоку. Соответственно, больше всего полезных треков в проекте, причем всего полезных, приносят велосипедисты. Потому что они значительно менее ограничены, чем автомобилисты. У них почти у всех есть с собой GPS-навигатор. Они любят забираться во всякие грязные места. Ну и в целом они следят за тем, чтобы треки были хорошими. Вот и роллеры нифига треков, так сказать, не приносим. Роллеры – это самый бесполезный. Не в последнюю очередь, потому что они катаются только по городам. Теорлеры – хелоспийцы, либо грязь. И по иму треков, понятно, навигатор умеет собирать вейпоинты, то есть точки по ходу маршрута. Чаще всего навигатор – это такая коробочка, на которой есть только одна кнопка – это записать вейпоинты. Вот, и совместно тоже велосипедисты очень любят, едут мимо чего-нибудь и видели, там, не знаю, на враг. И записали там вейпоинты. Вот это точки, которые один из петербургских велосипедистов сорвал под ним. И есть чуть более парадинтые способы собрать вейпоинты, такие как хиплокмейпер. Он принадлежит для того, чтобы собирать адреса. Вот, на велосипеде или пешком, когда идёшь по улице, скажем, по частному сектору, проходишь без большого количества домов. Нажимать точку на навигаторе и вписывать номер – это неудобно. Вот, поэтому один немец написал о нескольких немцах получили такую программу для андроида, которая, суть, та же самая. Идёшь по улице, видишь слева и справа дом, жмёшь кнопку там «Дом справа», гонишь номер «Сохранить», делаешь ещё десять шагов, там, потом слева и так далее. Вот, с помощью этой программы можно там за пару часов собрать несколько сотен адресов и, значит, улучшить карту. Вот. Но в основе, говорит, те же самые вейпоинты, то есть он записывает трек и так же ставит другую точку. Вот. И основная проблема треков и почему роллеры не очень полезны для трека – это то, что в городской настройке треки сильно искажаются. Вот из-за отражения домов там и в следующих дней. Вот можно увидеть, что в нашем районе, это почти центр Москвы, и много сотен домов, и все треки идут кое-как. Вот. Особенно заметно на дворах, где они вообще превращаются в беспрессионных водителей. Вот. Соответственно, в городе, поскольку треки бесполезны, нужно искать какой-то другой способ, который не будет завязан на GPS. И этот способ только в подбиристы. Вот. Это значит, что мы кладём GPS в карман и о нем не вспоминаем, и вообще не берём из дома. Вот. А распечатываем кусок карты на бумаге, кусок очень, ну, плохо пересовывая карта по снимку. Выходим на улицу и записываем, где что находится. Дворовые проезды, под подарками там и что-то. Вот. Пешеходные дорожки, заборы, всякие магазины, кафе, гостиницы. То есть всё то, что не видно на спутнике, то, что можно забрать только на местности. Вот. И понятно, что проходя время домов, то GPS там не поможет. То есть, по сути, необходимые листы ставятся одним из самых способов сбора данных в городах. Как эти листы готовятся? То есть, прежде чем выходить на улицу, нужно их приготовить. Есть много способов. Самые первые листы, с которыми я выходил на улицу, я рисовал только в ней. Я был под ключом принтер, поэтому я просто открывал спутники и снимки своего района и рисовал домики примерно, как они распориваются. Вполне рабочий вариант, потому что всего чего не хватает, можно проявить на местности. Вот. Сейчас есть более продвинутые способы. Например, сайт PhilPapersoft. Он позволяет сделать некое подобие атласа, то есть распечатать регион на яйских листах со своим стилем, который не мешает отрисовке, там, слигненные. Вот. Сразу делали PDF, его можно распечатать, и взять и нарисовать на настоящих. Вот. И есть более продвинутые способы, которые пользуются стандартизаторами криптовстреч. Это экспортировать данные непосредственно за постепенно, и обзабелить специализированную программу, такую, как UIS или оператив. Вот. Самостоятельно сделать какой-то ненавязчивый стиль. Вот. Поворачивать их, помасштабировать. Вот. И распечатать карту так, чтобы она была максимального масштаба. То есть, чем этот вариант лучше предыдущего? Тем, что, когда распечатывается PhilPapers, нет выбора по ориентации, почти нет выбора по масштабу. Вот. И в результате оказывается, что мы обходим какой-то маленький кусочек, скажем, здесь. А все остальное распечатано зря. И в итоге маленький кусочек можно меньше вписать. То есть, банально не хватает места, чтобы записать все, что видишь. Вот. Вот. То можно сделать так, чтобы район, который обходишь, занимал как можно больше места на странице, и чтобы не пришлось не убить. Вот так, наверное, выглядят листы, которые готовы. Да, скорее всего. Вот. И немного о том, как вообще по листам рисуем. Система обозначений у каждого своя. То есть, чаще всего она берется из параллельного опыта участников. Тех, кто обходит кварталы. То есть, совпадает за самыми дороги, которые рисуются скважными линиями. Главной проездник. Вот. Там пешеходные тропы, поэтому рисуются пунктиры. Вот. А в зависимости от предыдущего опыта, ну, могут быть разные интересные нюансы. Вот. Например, люди, которые много работали с Генштабом и уделяют внимание природному покрытию, землепользованию, вот у них есть свой способ обозначать кустарник, допустим. То, что я игнорирую, они, там, могут заполнить, там, свободное место, там, кустарник, деревья, там, трава, опыта и пуля. Ну, и одно из самых важных, что отмечается расположение всех заведений. Вот. То есть, здесь какая-то бухгалтерия была, там, допустим. Там, какой-то банк. Здесь всякие кафе, магазины. Вот. То есть, поскольку у нас нет способа точно привязать их к другим техническим средствам, для того, именно привязка к контуровым заранее нарисованным домам, она становится основным способом привязки, в общем-то, всего этого. Вот. Ну, и, понятно, уточнение данных, которые уже есть на карте. То есть, допустим, у нас есть номера домов, которые бедные, серые, замечательные, но у нас нет высоты домов и нет материала, с которого сделаны стены. Вот. А вот они все точно так же действуются. Вот. И, в принципе, система обозначения универсальта, она не требует почти ничего. И, как я уже говорил, не обязательно есть принтер, чтобы пойти на улицу с оборотами. И, в общем-то, не обязательно даже заранее готовиться. То есть, допустим, можно... Вы правильно пока идёшь на автобусы. Открыть блокнот, схематично нарисовать контуры домов и начать там заносить номера, этажность, данные. Ну, и всё. То есть сбор данных по обходным ресторанам не требует почти никакой подготовки. То есть подготовка, она облегчает, но она не является обязательной. Ну, и, как вы узнали, регулярно проводится какая-то встреча, к сожалению, далеко не везде. Вот. Это Петербургская. Мы там проводим примерно 5 в год. Выбираем какой-то район и его совместно обсудим. Вот. И, собственно, там я и узнал, что в своих контактах фокусируется на разных вещах, которые интересны. Собственно, бумага и ручка – это самое начало. Вот. Прежде всего хочу заметить, что опыт стратегия, поскольку это такой налоговый проект, вот, то важно, чтобы способы сбора данных не требовали каких-то специальных и, возможно, дорогих инструментов. То есть никаких тоналитов, никаких, там, делегаторов повышенного класса, никаких, не знаю, гексокопторов. То есть понятно, что водители этим увлекаются, но они не являются большинством. Вот. То есть, собственно, по этому способу сбора данных у нас такие простые. То есть ручки бумаги, как я показал. Следующий способ – это фотоаппарат. То есть, опять же, когда входишь в квартал, вот, часто встречаешь огромные массивные данные. Такие, как, допустим, часы работы, которые нужно долго и уборно записывать. Или памятники, здесь не видно, в которых написано огромное количество текста. Вот. Фотоаппараты – это всё облегчает. То есть это… Они позволяют… Ну, в разных местах вместо того, чтобы списывать с табличей «Говорю текст», просто поставить точку. Вот. И это сфотографировать. И при объединении этих данных, получается, полный массив данных. Кроме того, фотоаппарат сфотографировать можно не только на ногах, но и, допустим, с пассажирской сиденью машины. Вот. И это подводит нас к следующему классу сбора данных. Это сбор данных из автомобиля. Вот. Дело в том, что в автомобиле всё не так на ногах. В автомобиле нельзя для необходимых листов. Потому что пока ты запалишь один лист, ты не проедешь ещё четыре. Вот. Поэтому нужны способы данных, сбор данных, которые будут мгновенными. Вот. То есть знак 60, он будет в поле зрения четыре секунды. Вот. Его нужно успеть зафиксировать. То же самое всё, что по поводу движений остановки, названий на сегодняшних пунктов, ну, ограничений вплоть до пересекающей дороги ещё. Собственно, на сегодня основной способ сбора гердана для вас с автомобиля – это её привязанная фотография. Почему её привязанная? Вот. Скажем, после поездки у нас образовалось там несколько сто семь фотографий и трек. Вот. Фокус в чём? В начале или в конце поездки сделать фотографию экрана навигатора с часами. Вот. И у нас есть время этой фотографии и время на экране hps-навигатора. Вот. Вычисляем разницу и расставляем фотографии по треку в тём месте, когда они были сделаны. Вот. И дальше у нас есть, соответственно, вся информация, чтобы адресовать собранные фотографии данные на карте. То есть, что это карта? То есть, если фотоаппарат не прописывает координаты, её можно восстановиться, поставив по отметкам времени на фотографию стреку? Да. И даже ехать его намерно. Не, не важно. Ну, даже и фотоаппарат, который… Если фотоаппарат, они вместе стрек готовы, то… Они порозны. Разумеется, на главных условиях, что… Разными маршрутами. Разными маршрутами. Если у тебя появился навигатор, например, три года назад, то ты можешь привязать даже свои старые фотографии и обрисовать их. Да. И, разумеется, у обуви фотографии есть огромное количество индустантов, с которыми сталкивался каждый, кто пытался фотографировать всякую машину. Прежде всего, что они очень ненадёжны по качеству. Особенно, если фотоаппарат цифронуйнится, то там постоянно может быть что-то смазано. Особенно, кто-то вечно наступает. Может быть, просто не распознать. Такая вещь. Потом непонятно, на что смотреть. Это, ну скажем, среди фотографий казалось, там фотография «дорога и лес». И непонятно. Явно, если фотографировал, то что-то хотел фотографировать. И сидишь, долго рассматриваешь, и потом видишь, а, там в кустах справился километровый столб. И это всё отнимает очень много времени, и после двухсотой фотографии начинает успокоиться. Точность привязки, она совершенно ужасная. Поскольку у нас привязка по секундам, за секунду автомобиль на 70 км-ч приезжает 20 метров. Соответственно, кнопка нажимается тоже плюс-минус секунда, потому что время авиации. Плюс, от нажатия кнопки до «фотографировали» проходит какое-то время. Плюс, чаще всего фотографируем… Чаще всего фотографируем заранее. Вот, скажем, здесь нужно знать расстояние от машины до знака насилия, например. И от машины до остановки. И вот здесь, в общем-то, это совсем непросто. Поэтому, можно считать, что точность около трёх секунд, то есть на 70 км в час получается, сколько, 60 метров. Ещё очень такси. Вот, но всё лучше, чем ничего. Вот и не отражается линейный косметан. То есть сложно сфотографировать начало моста и конец моста, когда ешь в машине. Сложно сфотографировать качество покрытия дороги, особенно когда ты уже правил туда. Вот. То есть фотографии фотографируются, может, только какие-то точечные объекты. И, собственно, для решения этих задач подумали, почему бы взять видеозаписи. В видеозаписи один видеоролик стоит тысячи фотографий. Конечно. Поскольку это тысяча фотографий. Вот. Но все недостатки фотографий на видеозаписи увеличиваются, соответственно, в тысячу раз. Скажем, тот недостаток, что непонятно, что фотографировали. Вот. И когда на фотографиях нужно обработать двести фотографий, и, скажем, на одной десятой из них нужно понять, что именно сфотографировалось, на видеозаписях вообще отсмотреть каждый кадр видеозаписи – это довольно подаёмкая задача. Поэтому люди проезжают и собирают много часов, много десятков часов видео со своих регистраторов, надеялись потом их отрисовать. И это видео так и лежит на этом уровне. Вот. Вот. Или, в принципе, аналогичным видеорегистратором Яндекс Панорамы, которые нам можно отрисовывать, но, опять же, почти никто этим не занимается. Вот, скажем, вот есть Яндекс Панорамы дороги М-10 от Москвы до Куцельного. Это не самое, что можно первое снимать эти панорамы, где отрисовывать. Потому что их реально слишком много, и можно понять вообще, где что стоит рисовать. Звук, он интересен. Диктофон, в принципе, не требует внимания. То есть можно повесить микрофонную петличку и руку свободно. То есть звук в дороге может собирать велосипедист, может собирать прицепи войти за рулем автомобиля. Особенно, если у диктофона есть функция детекции голоса. Когда он записывает только теорию, то, конечно, что-то говорим. И кажется, что это идеальный способ сбора данных. Потому что момент с начала записи, он, по сути, ее может прививать к диктреку, и он отмечает какую-то точку на местности. И потом мы что-то говорим. Можно сказать волшебное слово «здесь», которое с учетом бегущего маркера. То есть ты едешь, твоя позиция по треку меняется, и бежит маркер, соответственно, на позиции в аудиофайле. И волшебное слово «здесь», скажем, отмечает точку, в которой что-то произошло. Скажем, справа магазин круглосуточный продукт и здесь. И огромная куча данных, которые, в принципе, сложно собрать с автоаппаратом, потому что на фотографии ты не разглядишь, что магазин круглосуточный. И можно собирать все, что угодно. Начало моста, конец моста. Покрытие стало в три раза хуже. То есть огромное количество данных. Но с автозаписями есть большая проблема. Подробнее я коснусь в конце. Новость в том, что много данных – это не всегда хорошо. И проблема с автозаписой, конечно, как и с видео, что нет адекватного, удобного и точного способа подключить их в какие-либо редакторы. То есть, скажем, видео на сегодня в редакторы OpenStateMap вообще не подключить. То есть есть теоретические способы на практике и не работают. Чтобы подключить аудио, нужно очень долго учиться, нужно писать скрипты, нужно преобразовывать форматы, потому что поддерживается только один тип языковых файлов. Плюс файлы в системе точность двухсекундная. Плюс часы у многих диктофонов неточные, они могут за время поездки отстать нам несколько секунд. И это всё очень трудоёмко. Так что звук и видео, хотя могут оказаться хорошим способом для сбора данных, на сегодня сопряжены с большими проблемами. Поэтому, собственно, фотографиями настаётся самым достаточно дарным. И, собственно, следующий способ решить проблемы звуковидеофотографии – это иметь какую-то внешнюю кнопку. По аналогии с кипотметром, который я показывал, есть такая штука – OSM Tracker. Это программа для андроида, которая пишет трек. И когда что-то видишь, можно нажать кнопку, она оставляет его ипоинт в ее точке. То есть, по сути, те же вы ипоинты, но с дополнительными параметрами. Чем эти параметры лучше? Тем, что они предназначены для окнастой кнопок. То есть, он сразу ставит точку, навешивает мне какие-то теги. И, по сути, переносная карта заключается в копировании точки на карту. Ну и, возможно, в поправке местоположения. Кроме того, верхний ряд кнопок – он списательный. Он позволяет, соответственно, записать радиофрагмент, сделать фотографию и добавить текстовую заметку. То есть, в ипоинты переставлены текстами и точно так же можно более точно, чем с отдельным устройством, приезжать к треку, какие-то авиазаметки, где можно было особо сказать то, чего не видно на фотографии. Или фотографии, что, если, допустим, отсутствует какой-то пресет, а штрафа у меня нет. То есть, после того, как мы проедем по дороге с LSM-трекером, в теории мы получаем данные, которые очень легко выносить в непосредственно. Вообще, закладываться на GPS-андроида – не очень хорошая мысль, потому что большинство андроида устройств за GPS оставляют жертвы лучше. То есть, они долго привязываются, связываются с спутниками, они не сильно пляшут, можно случайно забыть отключить привязку к карте, если у какой-то программы есть на привязку. И, не знаю, может потерять спутник – важный агент. Вот поэтому я искал способ отвязать сбор данных от требования GPS-устройства. Собственно, вот еще такой вариант сбора данных. Это непосредственно сделано для автомобиля. То есть, для девайселя – это человек в вторичном сидении, сидит с ноутбуком, и просто банально пишет в клавиатуре все, что он едет. Ну, с некоторыми шоткатами для людей, которые сейчас встречаются. То есть, приезжает в ручей, там пишет, проект в ручей. То же самое, с магазинами, с исследовательными пунктами и так далее. Но, самое главное, с километровыми столбами. Это очень важно, замечательные вещи для сбора. Все, что человек вводит, сохраняется в блок с точностью в одну сотню секунды. Вот этим мы решаем проблему всех остальных способов сбора данных с секундной точностью, т.е. пластинметровой точностью. Вот так у нас есть теоретическая точность в 20 сантиметров. Понятно, что во время реакции и глуптации и саундтреки уменьшают точность где-то до параметров, но все лучше, чем первый способ. Вот, собственно, такой способ сбора, он теоретически может быть более точным, чем все остальное, и он почти лишен недостатков всех предыдущих способов, кроме диктофорка. Т.е. он требует нераздельного внимания, он требует того, чтобы пассажир постоянно сидел и колоссерка к креатурке, что, допустим, сложно сделать на лесных винтовках. Что делать с водителем, если объект один? Ну, то есть, на курсе, страдать, и на вопрос искать, как применить какие-то свои способы сбора данных. Вот, если водитель хочет собрать данные точно, то у него не остается вариантов, кроме как обратиться, опять же, к механизму кнопок. Вот, т.е. если взять... Если взять тот же минералог, подключить к нему какое-то внешнее устройство, внешнюю сопроводу автору, и назначить на определенные кнопки, там, некоторые частно повторяющиеся вещи, селедно-трогой столбы, населенные пункты, освещенность, там, заправки, то водитель, не отрывая внимания от дороги, может собирать с высокой точностью все, что он встречает по пути. Другой вопрос, что насколько хватает внимания и насколько много кнопок. Вот, т.е. я недавно проехал 300 км с цифровой пунктурой, вот, причем как на воду. Сначала я назначил на половину кнопок разные вещи, там, ну, в общем-то, все. Тип покрытия, начало высокого процесса пункта, отмечая скорость, заправки, контрольные столбы, повороты. Вот, через 10 секунд я понял, что это требует очень много внимания и отвлекаешься от дороги, потому что нельзя же смотреть на пилоту, нужно все вспоминать, а все кнопки вообще безинаковые, поэтому в итоге я все сократил до трех значений, и, собственно, так доехал. То есть в середине массы было только три кнопки. Плюс проблема такой большой бандуры в том, что ее не буду поставить. Вот, она постоянно соскальзывает с приборных панелей, в руке ее держать неудобно, особенно когда емешь пять часов. Вот, если положен подлокотник, то потом, чтобы что-то поднять, нужно поднять и научить здесь какие-либо кнопки нужно нажимать. Вот. Но, тем не менее, оно работает, т.е. я собрал немного данных. Вот. Рабочее решение, которое доступно прямо сейчас, по сути, только одно. Это дикторфон с секцией ВУСК. Как мы уже видели, точность получается чуть ли не стометровая, но он позволяет собирать данные и с несколькими дубными обмогами и можно подключить к объекту РУСК. Так. Значит. Теперь, собственно, ввод данных окна стрельба. Ввод данных, он, по крайней мере, для треков и фотографий проще, чем кажется. То есть, входные листы, которые сканируют и подключают в редактор просто как подложка, чтобы обрисовывать прямо по нарисованию. Вот я считаю, что это глупость, поскольку то, что нарисовано на входных листах, оно плохо привязано и достаточно просто глазами смотреть и срисовывать данные, которые уже есть. Трек и рейтплейт, они заряжаются штабными средствами, фотографии звук, ну, как я уже показал, он несложно привязывается. Вот. Видео, как я уже сказал, не работает. А результаты нажатия кнопки всю дорогу пока что подключить нельзя. То есть, если говорить честно, то у меня собрано примерно 2-2,5 тысячи, ну, данные для примерно 2 тысяч километров, которые пока нет способа внести его постоянно. Ну, я на этом работаю. Вот. То есть, внесение данных со самых способов сбора, оно не представляет какой-то большой проблемы. Но проблема есть. Проблема, что сбор данных – это веселая часть. Вот. То есть, все эти как-то встречи, когда можно собраться, там, вообще погулять, там, все зарисовать в ходные листы. Вот это все, на самом деле, очень увлекательно. Потому что проводишь время на природе, видишь много новых каких-то вещей, опознаешь лучший свой город. А потом приходишь домой, берешь эти 3-4 опальных листа мелко исписанных огромнейшим количеством данных, загружаешь эти 200 фотографий. Вот. И десятых фотографий понимаешь, что все это затягивается. То есть, реально, ввод данных с опальных листов занимает раза в 3-4 больше времени, чем непосредственно сбор этих данных. И это очень печально, потому что многие собранные данные так и остается не введенным. Скажем, данные с двух последних до встреч, которых я участвовал, до сих пор лежат в диапазонных листах. Вот. Что с этим делать? Вот. Первый, самый логичный способ – это не исписывать мелко листы и не делать свои фотографии. А сделать так, чтобы количество данных было нормальным, не пугающим. И на разных последствиях я пробовал разные ограничения. Вот. То есть, во-первых, делать очень маленькие куски. То есть, когда ты ходишь в полоте, собираешь данные, есть очень сложно устроимое желание собрать вообще все, что видишь. То есть, обойти как можно больше там. Видишь, что до обеда осталось еще полчаса, берешь еще кусочек. Это порочная практика. Нужно все ограничивать, нужно собирать как можно меньше данных. Вот. То есть, ограничить вещи, которые вносишь. То есть, всякие адвокатские конторы и парикмальчишки, которые меняются раз в месяц, их можно не выводить. Всякие, отдельные настоящие деревья – это вообще глупость. И как можно меньше фотографировать. Потому что, как я показал в начале, фотография – это отличный способ собрать кучу текста. То есть, часы работы или надписи на монументах и на мембранных табличках. Другой вопрос, что когда приходишь домой, с этих фотографий нужно весь этот текст вбивать в редактор. Вот. Это очень трудноемкий процесс. И на последних этой встречи, допустим, я решил, что сегодня мы ничего не фотографируем. Вот. Это закончилось плохо. Добрал план. Вот. Ну, в итоге, пожалуйста, я все эти тенды тексты написал на фоберист. Вот. Вот. В общем, самое главное – не допускать того, чтобы собранных данных оказалось столько, что к ним было страшно притронуться. Как вот, когда-то я собрался потратить еще фотографию, это было ужасно. Второй способ – это сделать так, чтобы эти данные уже были наполовину готовы к внесению. То есть, например, чтобы они представлялись всякие тоже цифровые данные, там, допустим, с координатами или с тегами. Вот. ОСМ-трекер, который я показывал, который позволяет прямо нажать кнопку и записать их при все это с тегами. Вот. Либо, если нет способа как-то предобработать, можно сделать хитрый вид и выложить с интернета, что вот есть данные, давайте, к примеру, свернуть их и видео заменим. Вот. На практике это не может быть. Ну, и что с этим всем можно сделать? Вот. Как можно понять, все ныне существующие инструменты сбора данных, они либо дико неточные, либо… либо не позволяют собрать межное количество данных или выбросы смешных. Вот. И, например, обходные листы. Здесь я касаюсь именно печати обходных листов. Вот. Допустим, сайтом Field Papers. То есть обычный человек, который не умеет смешных перейти, вот, ему все, что остается, дайте на этот сайт, и подготовите для печати атласа. Вот. Этот атлас, он во время прогулки прежде проклянет, потому что сайт плохой. Вот. Вот. Как реально готовиться обходные листы? Сначала территория делится на пирог, ну, это для крепостричек. То есть для одного человека выбираете какой-то просто маленький кусочек, который не будет уходить. Потом эта территория делится на непосредственно обходные листы, которые обычно повернуты вдоль дорог, чтобы больше всего поместилось. Вот. Вот. Потом готовится стиль, ну, с минимума всего, потому что если печатать подложку, как она есть, то здесь видно, что сплошная заливка, всякие большие надписи, куча вещей, которые мешают обрисовку. То есть потом будет сложно разобрать, что было распечатано, а что было написано точно. Соответственно, какой-то обычный стиль. Вот. И все эти листы потом распечатываются, и получается такая пачка. Вот. Это можно сделать пока что ковричное. Вот. Реально... Кис... Реально совершенно несложно сделать веб-сервис, ну, сервис интервеса. Сайт, на который заходишь, оставляешь тебе несчастные квадратики, масштабируешь, нажмёшь кнопку и получаешь пилот с нормальным стилем, с только что скачиваемым данным из от настройка. Потому что филл пейперс, он зависит от стиля стеймена этого, который я не рисую. Этот стиль обновляется, дай бог, раз в месяц. Поэтому нельзя сразу перед каждой встречей быстренько обхватывать домиков, чтобы тем, кто собирает данные, было к чему привязываться. Вот. Собственно, сразу скачать и готовить данные для печати, например, утром перед выходом на улице. И, в принципе, поскольку мы живём уже в двадцать первом веке, зачем вообще иметь бумагу и ручку, когда у всех есть телефон или планшет? Можно банально взять квадратик, он увеличивается на полный экран, и прямо пальцем там поставить, здесь дорога, поставить точку, магазин. Вот. И это решает проблему от большого количества созданных данных. Потому что данные, которые я нарисовал на плашете, уже в цифровом виде, и их там уже есть какой-то минимальный уровень предобработки. То есть можно, скажем, точки, ну, разные заведения уже отмечать так, как они отмечились бы на стиле прямо на хату. Вот. Собственно, это проект, программа, которая делает примерно это. Собственно, этим занимался студент на прошлом Google Summer of Code. Вот это, но, к сожалению, проект слишком большой. Здесь было 14 страниц дизайн-документа. Вот. Куча разных режимов, куча разных задач. Поэтому эта программа есть, но она умеет не всё, что запланировать. Вот. Здесь аналог PSM-трекер, но лучше, с субсиквурованной точностью. Вот. Там есть режим непосредственно вот такой, чтобы можно было скачать субкарты и дорисовывать на настоящий. И после некоторой доработки напильников, очень большим напильников, вот, и можно пользоваться вот. Или, например, как вариант, можно, если написано в программу, там, утилизательный сэм-трекер, GPS, ну, вот. 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 Что касается аналога и способа отображения собранных кнопкой данных на карте. Вот. Я на этом сейчас работаю и надеюсь, вам будет уже опубликовать этот плагин. То есть будут свои качественные, привязанные данные уже на карте. Наконец-то несут все эти тысячи километров ростов. Ну, и, наконец-то, я думал, как лучше все собирать данные, вводить ее без пассажира. Вот. Микрофон сам по себе не точен, аналог использовать нельзя, потому что можно постоянно смотреть в компьютеры. Вот. Самый простой способ – это, ну, простой для использования, очень сложный для конструирования. Вот. Это поместить несколько кнопок прямо на руль. То есть не нужно отрывать букет руля. Вот. И, соответственно, всем тем кнопкам назначить особые действия. Вот. Скажем, по этой кнопке включается микрофон. Петличка. Вот. Плюс нажатие кнопки отмечает позицию на карте. У нас есть пальцы, какая кнопка нажжет, пальцы, какая кнопка отключена, и слова, которые сказали в микрофон. Вот. Это позволяет более точно надпить какие-то сложные вещи. Поздение кнопки включается к камеру. Ну, понятно, что от нажатия кнопки до момента фотографирования проходит некоторое время. Вот. От нажатия от момента фотографирования до момента, когда мы приезжаем, то, что мы не фотографируем, и походим какое-то время. Поэтому тоже можем нажатие кнопки делать фотографию. Вот. Но мы кнопку не отпускаем, пока не пролехали то, что мы фотографировали. Поэтому, таким образом, мы получаем очень точно привязанные фотографии к объектам фотографии. Ну, и ряд кнопок, по сути, пресетов. То есть, ну, вещи, которые часто встречают, типа километровых столбов. Вот. Собственно, такая штука. Я тоже сейчас занимаюсь это строительством. Вот. Но, к сожалению, как я сказал, в начале, главное условие массового сбора дамок и посредка, чтобы инструменты были свободно доступны для всех. Вот это уже специализированный инструмент. То есть, такую штуку сможет построить не каждый участник, поэтому это уже очень слабо. Но это способ самым точным сбором данной леводить. Вот. Собственно, теперь вы знаете, как у нас все-таки делается сбором данных, и непонятно, почему у нас все вообще работает. Вопросы? Или мы как-то сразу как-то скучкуемся уже, просто поговорим? Был тезис, что болезней всех велосипедистов. Что есть для велосипедистов? У велосипедистов есть GPS-навигаторы. То есть, среднестатический велосипедист чаще всего ездит с навигатором на ОЕ, с кнопкой «Оставить векой». То есть, нашего лучше этого пока не родилось? Нет, я для велосипедистов советую вылиться на ремешке на шею. Я с нуля пробовал. Кручки удобно. Есть способы, скажем так, пассовые и прочее. Вот, то есть, плюс велосипедист теперь дофтурналистов в том, что он может остановить свои говорения. И, соответственно, написать комментарий какой-то. Вот. Он может использовать, конечно, андроид с тем же USM-трекером, но смысл этого нет. Во-первых, потому что у велосипедистов андроиды живут значительно меньше, чем остальные. А во-вторых, у андроидов точность треков, ну, связи с спутниками значительно меньше, чем у специализированных навигаторов. Вот они потеряют, вполне могут потерять спутники. И ты в России, которая идет в чем-то деревне, которую ты не увидишь над спутниками, вот, не получится завалить. Вот. Мне кажется, Илья немножко, как бы, стил красный, потому что, как бы, самый популярный метод, что было полно. Вот. Там, так сказать, мне нравится все в то, что вот я. А что-то не стало, должен, я не знаю, там, ехать и фотографировать там, да, одновременно там управлять. Вот просто очень многие люди там, ну, я не знаю, то есть проблема, когда я поехал куда-то, да, там, в какую-то область, где нет данных. А я хочу, так сказать, собрать, так сказать, данные, потому что у себя, так сказать, в округе я уже все собрал. Популярный способ, да, я знаю, там, вот заправка открылась, там, я ее обозначил, там, да, закрылся, я ее собрал. Нет, ну понятно, что еще лучше, даже обходных местов, и, собственно, голова. Скажем, я шел от вокзала сюда, и я там запозже, там, прошел, там, куда-то еще шлищет. Что, в велосипедистом, я не знаю, должно быть, чтобы не стало собирать там часы работ магазинов, там, каким-то играм. Понятно, что юсписто это не собирается. Главное, что собирать юсписто, это грунтовки. Для грунтовок достаточно GPS-навигратора и линкентов, которые напишешь о качестве этих грунтовок. Это, в общем-то, не очень большего количества. Но, опять же, количество собранных данных собрат на потенциальной скорости. То есть, пешеход, который делает прежде всего, он может собрать вообще все, что видит, вплоть до отдельных кустов и, не знаю, шпал. Велосипедист собирает меньше данных. Он может оставить себе момент и подробно собрать там окрестности, в конусе, автовокзала. Автомобилист, он едет быстрее всех, но существующие способы сбора, он собирает почти ничего. То есть, у него проблема даже собрать качество конкретной дороги, по которой он едет. На текущем этапе автомобилисты собирает уже ничего, потому что он уже собран. Когда там начинали, там не было даже уличной дорожной сети, ее как раз собирали с метрекой. Еще вот Илья начинал свой рассказ. Сейчас уже, особенно в крупных городах, там собрано уже очень много данных и вопрос, как их актуализировать и как найти как бы белые пятна. Допустим, потому что вот есть дома, там половина домов нарисована, там у половины домов есть адреса, а у половины нет. То есть, вот бы тут и обойти какой-то район, и эти недостатки вас полны. Вот это как раз и есть проблем сейчас. Но автомобилист здесь же не поможет? Нет, автомобилист уже не поможет. А где автомобилист поможет? Автомобилист поможет на федеральных трассах. То есть, у нас в окресте федеральных трасс ужасающие пусты. Там нет. Очень хорошо, если есть половина заправок. Найти кафе вдоль дороги вообще почти невозможно идти. И даже банальное ограничение скорости расставлено перед эллистом. То есть, все эти вещи можно брать эллист просто потому, что он одолевает огромное расстояние.